Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня, как вы видите, я вдруг собралась за столом. К чему бы это? А я решила с вами поговорить о таком интересной тему, как этикет. Этикет – это правило поведения человека в обществе. И если ты думаешь, что правила этикета должны соблюдать только лишь королевские особы и люди, приближенные к королевскому двору, то вы глубоко заблуждаетесь. Потому что каждый человек на нашей земле должен уметь себя вести достойно в любой ситуации – в театре, в кино, в гостях, в ресторане, при общении с друзьями. И так далее. Поэтому сегодня с вами мы поговорим как раз о том, как вести себя за столом дома. Вы можете также со своими родителями дома провести такой же урок этикета после нашего занятия. Итак, чтобы кушать красиво, вам надо соблюдать правила этикета за столом. Проще говоря, правила поведения за столом и культуры еды. Когда вы кушаете за столом, нельзя садиться далеко от стола или, наоборот, очень близко. Расстояние до стола должно быть очень комфортным. Ну, примерно как кулачок от вашего животика до стола. Никогда, слышите, никогда не кладите локти на стол. Это считается некультурным. Локти вы должны ручки держать на ваших запястьях. Вот здесь ручки. Когда вы кушаете, вы должны сидеть на стульчике ровно, никогда не нагибаться над тарелкой и не откидываться никогда назад на спинку. Это некультурно. Смотрите, у меня на тарелочке лежит тканевая салфеточка. Вы ее должны во время еды развернуть и положить себе на коленочки, чтобы не испачкать свой красивый наряд. Даже если вы находитесь утром дома и даже в пижаме, у вас должна быть салфеточка на коленочках, чтобы ваш шикарный наряд вы не испачкали. В конце еды, этот же наряд, вы можете, эту салфеточку вы можете взять, вытереть пальчики и сложить ее для того, чтобы уже ее постирать. Губы ваши вы можете вытереть салфеточкой, которая также должна лежать на столе под тарелочкой. Также вы можете использовать и обычный бумажный платочек. Когда вы кушаете, вы должны кушать не спеша. Вам некуда торопиться. Вы кушаете. Вы должны есть не спеша и класть в рот небольшие кусочки. Большим кусочком можно подавиться, и это очень некрасиво, когда вы очень долго живете. Никогда не разговаривайте, когда вы кушаете. С едой во рту разговаривать нельзя. Даже если вам блюдо очень сильно понравилось, очень сильно, вы можете человеку, который ее приготовил, просто сказать спасибо. Но не вздумайте вылизывать тарелку. Это очень неприлично. Вы можете просто попросить добавки, если вам очень понравилось. Хлеб, печенье, пирожные и фрукты вы должны за столом брать рукой. Во всех остальных случаях нужно пользоваться специальной лопаточкой или специальными щипчиками. Итак, если тебе подали очень горячий суп и даже мама, не стоит его охлаждать или помешивать ложкой. Это неприлично. Или дуть на него, тем более, и ждать, когда оно остынет. Лучше немножечко посидеть и подождать, когда ваш суп остынет сам собой. Если во время еды ты пользуешься вилкой и ножом, то ножик нужно держать всегда в правой руке, а вилку в левой. Всегда. Вам так будет удобнее кушать. Итак, сейчас я вам покажу, как правильно пользоваться предметами на столе. Итак, смотрите внимательно. Я пока уберу одну из тарелочек. У меня есть тарелочка большая для горячего. Итак, когда вилочка и ножичек лежат ровно параллельно тарелочке, рядышком, рядышком. Я вам могу показать рядышком. Вот так. Видите, да? Вилочки и ножичек. Это называется, что вы начали кушать. Если вам блюдо очень понравилось, очень, то предметы нужно положить на тарелочку. Вот так. И тогда хозяин будет знать, что еда вам очень понравилась. Это означает, что вам еда очень понравилась. Сейчас я вам покажу очень интересное положение вилочки и ножа. Но я надеюсь, что вы будете так делать очень редко. Я думаю, что ваши мамы готовят безумно вкусно. Когда мы кладем, вставляем ножичек посерединочке. Посерединочке. И в таком виде кладем на тарелку. Вот так. Видите? Вот так. Это означает, что блюдо вам, к сожалению, не понравилось. А вот другое движение почти похожее. Вот так. Вот так. Это означает, что вы делаете маленькую паузу в еде. Когда вы делаете вот так, смотрите внимательно, ножичек, вилочка лежит сверху вот таким вот крестиком, это означает, что вы готовы кушать следующее блюдо. И последний. Когда вы положили вилочку и ножичек вот так, это означает, что вы закончили принимать еду. Вот такие маленькие правила. А теперь давайте познакомимся с вами с сервировкой на столе. Итак, прежде чем узнать, как пользоваться столовыми приборами, тебе нужно выяснить, какими они бывают. И запомнить, как эти приборы должны лежать на столе. Смотрите внимательно. Сейчас я вам покажу. Итак, я вам не буду показывать все предметы. Я вам покажу только то, чем вы пользуетесь каждый день. Итак, большая тарелка – это тарелка для горячего. Она стоит посерединочки. Вот так. Большая. На ней сверху всегда должна стоять поменьше тарелочка. Тарелка для салата. Вот так. У нас есть еще одна тарелочка. Еще меньше. Посмотрите, она еще меньше. Это тарелочка для хлеба. И она всегда стоит чуть-чуть поодаль, с левой руки. На тарелочке для хлеба всегда должен лежать нож для масла. Вот так. Рядом с тарелочкой, рядом с тарелочкой, видите, тарелочка, лежат ложки и ножик, и вилки. Так вот. Вот эта вилка для горячего, то есть то, что вы кушаете вот с этой тарелки. Это ложечка, вилочка для салата, который вы кушаете вот с этой тарелочки. Ложечки и вилочки. Ножичек лежит рядышком с тарелкой, повернутый лезвиями к тарелке. Вторая ложечка у нас чайная ложечка. И вот эта ложечка уже столовая. Это для того, чтобы кушать суп. Чтобы кушать суп. Если вы кушаете мясо, то вы должны брать ножик и вилочку и резать его маленькими кусочками. Не надо кушать его сразу целиком или натыкать на вилку и целиком есть с вилки. Это очень некрасиво. Все, всю еду, которая у вас есть на тарелке, нужно съесть. Если вы просто хотите попробовать блюдо, вы должны положить себе чуть-чуть. Попробовать. Если вам это блюдо понравилось, вы можете положить себе его еще. Но лучше не оставлять еду на тарелке. Это некрасиво. Так, а теперь мы с вами сделаем вот такое правило. Если ты кушаешь исключительно вилкой, только вилкой, то вилку нужно держать в правой руке. Если ты кушаешь вилкой с ножом, то нож нужно держать в правой руке, а вилку в левой. И когда ты кушаешь, на вилочку накалывай столько еды, сколько поместится на вилочке. Не надо пытаться наколоть больше, чтобы она с вилочки падала. Это некрасиво. Ни в коем случае никогда нельзя брать с тарелки ложкой то, что можно взять вилкой. Все вареные овощи, которые вам предлагают, вам нужно поделить на кусочки ножом и вилкой. И спокойненько кушать маленькими кусочками. Если вам мама сделала вкусные севтили или котлетки, то лучше использовать только одну вилочку. Ею и удобнее разделывать котлеточку, резать на кусочки и удобно класть в рот. А также, если вам мама утром делает вкуснейший омлет или запеканочку, то ее едят только с помощью вилочки. Запомните несколько правил. Ни в коем случае нельзя лезть в общее блюдо, например, салат, своими приборами, вот этими. Это некрасиво. Для этого всегда есть отдельный прибор. Ложка или специальная ложка с вилкой для салата. Если вас попросили передать какой-то предмет, например, ножик, нож нужно всегда передавать ручкой вперед, чтобы человеку удобнее было его взять. При этом держать его нужно за серединку. Вот так. Если вам мама приготовила вкусную курочку, то ее нужно кушать вилочкой и ножом. Итак, мы с вами много чего сейчас повторили. Мы с вами накрыли стол. Я вам только быстро скажу то, что едят вилкой. Вилкой едят котлеты, тефтели, омлеты, запеканочки, картошечку и салат. А салат лучше есть со специальной тарелочки. Если вы кушаете пельмени, то их нужно кушать целиком, вилочкой. А также специальной вилочкой едят торты и пирожные. А конфеты можно спокойно брать руками. Ягоды некоторые можно тоже кушать руками, например, виноград. Но класть его только по одной виноградинке в рот. Очень некрасиво запихивать несколько ягод в рот. А также, если вам предлагают арбуз или дыню, они, как правило, нарезаны на какие-то красивые порционные кусочки, где есть кожура. Так вот, дыню или арбуз нужно положить к себе на тарелочку, кожурой вниз и аккуратненько отрезать ножиком кусочек за кусочком и кушать его вилочкой. Так ты красиво и аккуратно скушаешь весь кусочек. Ни в коем случае не кушайте орехи и не щелкайте орешки желательно. И не грызите их в кожуре, потому что это очень опасно для ваших зубов. Зубки могут повредиться. И вы понимаете, что вам придется идти к зубному врачу, что очень неприятно. Для орехов существуют специальные щипцы, которые легко достают орешки из скорлупы. Ну что ж, мы с вами немножечко посмотрели про этикет. Я вам еще раз повторю. Итак, тканевую салфеточку мы разворачиваем и кладем к себе на колени. Ни в коем случае не оставляем ее на столе, чтобы не испачкать ваш красивый наряд. На столе у нас стоит тарелка для горячего блюда и тарелка для салата. Есть тарелка для хлеба и ножек для масла. Итак, у нас есть вилочка для салата и вилочка для горячего. Это у нас для основных блюд. С правой стороны у нас лежит ножичек, лезвием к тарелочкам, чайная ложечка и суповая ложечка. Рядышком может стоять стакан. Вот так мы с вами изучим этикет на столе. А сейчас мы с вами сделаем маленькую поделку, где нам будет нужна одноразовая тарелочка. Простите, у меня глубокая. Не нашла я простой тарелочки. Я сейчас уберу с у стола все наши приборы, которые мы изучали. Стаканчик, чтобы нам не мешало. Я разверну бумажную салфеточку, которую мы после еды вытираем рот. На нее я поставлю нашу тарелочку, в которой мы будем рисовать подснежник. Для того, чтобы нарисовать подснежник красками, я его сначала рисую карандашом внутри. Так удобнее. У меня есть вода. Нам понадобится кисточка, зеленая краска, зеленая краска, голубая краска, желтая краска, синяя краска. И начинаем мы с вами рисовать с веточек. Я обмакиваю кисточку в воду. И беру зеленую краску. Так как у меня гуашь, она краска плотная, ее не надо очень сильно смачивать водой. И мы красиво рисуем.